Женщине не свойственно считать время. Мамочка, да мы тебя так любим, да ты так всегда правильно всё говоришь. В момент, когда субличность дочери внутри героини взяла празды правления в свои руки. Стратегии, живущие в глубине нашего подсознания. Я не из тех людей, которые попусту тратят время. Я могу ответить за каждый прожитый день, час и даже минуту. Мне нравится вставать рано утром, когда вся семья ещё крепко спит. Нравится в тишине готовить завтрак, пить в одиночку горячий чай. И думать о том, сколько всего я могу переделать за день. Да, кто-то экономит деньги, я экономлю время. И пусть меня посчитают занудой, но я не понимаю, как можно часами добираться до работы. Одна моя подруга на дорогу от дома до офиса и обратно тратит в общей сложности полдня, ежедневно. Она уверяет, что хорошая зарплата и дружный коллектив того стоят. Я могла бы, конечно, с ней поспорить, но транжирить время на бесполезные споры тоже не про меня. Так что времени у меня хватает и на детей, и на мужа, и на готовку, и на уборку. В общем, я идеальная мать, жена, ну и, конечно же, дочь. Это перфекционизм по своей сути. То есть человек стремится постоянно что-то предусмотреть, постоянно в напряжении от мнения окружения. То есть работает на публику, так сказать. Поэтому все свои хвосты хочет подтянуть. А это внутреннее напряжение, которое может сказываться на здоровье, может сказываться на эмоциональном состоянии. И вообще для женщины не свойственно. Вот если мы говорим про стратегии женские и мужские, то женщине не свойственно считать время как женским стратегиям поведения. Это ее напрягает по своей сути. Потому что женские стратегии поведения, они не строят структур, вот этих не создают их. Они спонтанны, они эмоциональны, текучи в идеале. То есть вот это женское, оно не встраивается в определенные форматы. Понятное дело, в одиночку я бы ни за что не справилась. И меня, как и других среднестатистических работающих женщин, бесконечно преследовали бы мысли о том, что по какой-то причине осталось не сделано. Не выстирано, не выглажено, не домыто. И еще много-много всевозможных нет. Но у меня есть самый лучший в мире помощник. Мама. Она, настоящая одесситка, собственную миссию спасителя несет гордо и при каждом удобном случае не забывает ввернуть свое любимое. Вы без меня, как без помойного ветра. Выраженица, конечно, порядком поднадоела, но что делать? Это лозунг моей мамы, и под ним я прожила всю свою сознательную жизнь. Я бы и рада с ним поспорить, но каждый раз, когда я собираюсь это сделать, обязательно случается очередной апокалипсис. И свои возмущения я вновь откладываю в долгий ящик. Вот сегодня, например, все мои планы полетели бы к чертям, если бы не она. У сына с утра поднялась температура, но не сад же больного тащить. Одного звонка оказалось достаточно. Я, кажется, трубку не успела положить. Мама уже стояла на пороге. Хорошо хоть живем по соседству. Вот когда она произносит фразу «Вы без меня как без помойного ведра» и сравнивает себя с помойным ведром, не говорит, что я есть помойное ведро, она здесь не предъявляет свою самооценку в чистом виде. Это не есть такое самоуничижение и неуважение к себе. Но здесь есть другая штука. Ее вот это внутреннее дитя недолюбленное, оно кричит про свою боль. Ну, какой реакцией ждет этот ребенок? Мамочка, да мы тебя так любим, да ты так всегда правильно все говоришь. Ты единственная, кто может точно сказать, что нам делать и как быть. И от этого все мы становимся счастливыми. И тогда ее дитя будет расцветать, вместо этой мусорницы будет вот так помойного ведра будет вырастать куст роз тут же, из такой красивой вазы. И вот она будет в эту секунду будет рада. А через секунду опять будет сравнивать себя с помойным ведром, потому что вот эта жажда любви ненасытная и ненасыщаемая. Она очень трагична и драматична для человека, выросшего в свои вот эти поздние года и так за свою жизнь не сумевшего организовать поток любви для своего внутреннего ребенка. Возвращаясь домой, я еще в подъезде уловила запах жареных оладий, курицы, гриль, харчо. Кто бы сомневался, мама на хозяйстве. И снова здравствуйте, скинутый накануне 3 килограмма. Мама впихнет в меня все. Эх, была не была. Я в предвкушении вкусного ужина буквально взлетела на свой этаж и тут же остолбенела от ужаса. Нет, ну нет, ну не может быть. У входа в квартиру кряхтели какие-то работяги и, мотивируя все и вся, пытались вытащить из моего дома мебель. То, что я увидела, повергло меня в смятение. В коридоре стояли ужасного цвета обои, ведра, клей и, о боже, смеси для заливки пола. То, что муж тут совершенно ни при чем, я поняла сразу. Он подобных мероприятий боится как огня. Пронзительный вопль одесской мамы «Замолчите свой рот и делайте свою походку по направлению к двери», обращенный, по всей видимости, к нерадивому рабочему, привел меня в чувство. Мама, что он опять затеял? Я вдруг вспомнила, как много лет назад бабушка устраивала подобные сюрпризы моей матери. Перестановка мебели и внезапный ремонт – это еще цветочки. Самым грандиозным событием стал однажды обмен квартиры, сделанный без ведома моих родителей. Мы как раз пришли домой, когда выносили вещи. С мамой была истерика. Я изо всех сил пыталась верить в то, что сейчас, вот прямо в этот момент, она не следует примеру своей родительницы. Эта гиперопека, она приводит к тому, что ребенок в итоге становится с размытой психологической территорией. Бунт внутри не пробуждается у ребенка при размытой психологической территории, потому что он так приучен, вот как при воспитании слонов. То есть вот когда слон растет, потому что он маленький слоненок, его бьют прутиком очень активно, прям очень больно до крови. И он знает, что прутик – это очень больно. И он его начинает слушаться, скажем так. А когда слон потом вырастает, то его привязывают к этому прутику, и он никуда не идет, просто потому что боится этого прутика. То есть он воспринимается как глобальная угроза. Хотя по факту в этом большом уже существе очень много ресурса. Вот с людьми точно так же. Ребенок потом вырастает, вроде это взрослая женщина, и у нее много даже талантов, способностей и здравого смысла и интеллекта. Но внутри самооценка слабенькой девочки. И в этом случае, получается, она просто даже не верит в свои силы и не видит в себе сил на бунт. То есть это реальность, с которой она выросла, и все. Она ее принимает. Увидев сына, живого и невредимого, в пока еще не разобранной спальне, я немного успокоилась. Кто знает, что ей еще могло в голову прийти. Я бы не удивилась, если бы она на время погрома отправила его к сестре в Тулу. Слава Богу, ребенок уже умел говорить и смог своими словами объяснить, что происходит. Оказывается, бабушка решила, что дитё часто болеет из-за того, что аура в нашей квартире неправильная, темная аура. И если сейчас же все не исправить, то болеть мы начнем все. И случится это, по всей видимости, совсем скоро. А так как внук – это самое важное в ее жизни дело, цитата, то спорить бесполезно. Придется делать ремонт. Мама непобедима. В качестве доказательства можно вспомнить хотя бы историю с его рождением. Я еще забеременеть не успела, как любимая женщина всей жизни нашла мне лучший в городе роддом. И, конечно же, договорилась с главврачом, что рожать я буду именно там. Она каждый месяц информировала его о моем состоянии и состоянии внучки. Мама слышать не хотела, что родится мальчик. Доводы врачей, подтвержденные соответствующими исследованиями, на нее не действовали. И со словами «не переживай, мы достанем из тебя то, что скажет мама», она все семь месяцев ждала исключительно внучку. Схватки начались внезапно, дома и гораздо раньше срока. Надо было срочно отправляться в больницу. Любую больницу, к любому дежурному врачу, чтобы не потерять драгоценное время. Но нет, мама запретила мне рожать до тех пор, пока не дозвонится до того, самого лучшего врача. Остальные, по ее мнению, обязательно должны были набедокурить. Перепутать детей, например. Или явить Свету не девочку, а мальчика. Я даже не знаю, что пугало ее больше. И, конечно, рожала я в нужной больнице у нужного доктора. Вот только как ни крути, родился тот, кто и должен был родиться. Чудо не произошло. С природой, как говорится, не поспоришь. В этой ситуации наступает, так сказать, слепота у человека. Вот затмение. Затмение образом. Ну, представим водителя, который на лобовое стекло наклеил себе картинку. Прекрасные дороги. Сухой, светлый, чистый. И вот он едет по этой дороге. Ровный, идеальный. Для себя едет по этой дороге. Потому что ему очень хочется ехать именно по такой дороге. А какая дорога в реальности и что там происходит, ему уже не настолько важно. У него затмение. Вот так и в нашем случае, когда она настаивала на своем сценарии родов. У нее присутствовало затмение. Когда идеальный образ выталкивает образы реальности и парализует человека в некотором смысле. И если внук не попадает в эти ожидания, то надо его перелепить, переорганизовать, чтобы он попал в тот образ, который для меня является предпочтительным. Иначе моя душа так никогда и не сможет быть счастливой. Не сможет быть радостной. Теперь вот боремся за прививки. Мама против. Раньше, правда, она верещала, что лучше куклюшем переболеть, чем уколоть ребенка. Теперь разговор плавно перешел в новую стадию. Прививки ставить можно, но только не российские, импортные. Можно слетать, например, к тете Симе в Израиль. А про все остальное, что касается внука, я вообще молчу. Закалять его нельзя. Ворточки открывать тоже нельзя. Кормить сосисками и колбасой нельзя тем более. Словно в доказательство всего этого бабушка, по всей видимости, закончившая костерить рабочих, явилась пред наши очи и принялась собирать внука на улицу. Она стенала, что весь дом как после бомбежки, как будто это я его разгромила. И пыталась напялить на ребенка две кофты и несколько штанов. На мое увещевание, что столько вещей в октябре не надевают, мама предложила мне угомонить мои таланты и идти помолчать за дверь. Ей даже в голову не пришлось спросить, может, у меня какие-то дела есть, может, я вовсе не собиралась тащиться на улицу. Про главный аргумент – утреннюю температуру – я в этом дурдоме совсем позабыла. Когда бабушка одела внука своего и вывела в холод с мамой вместе, и мама никак не среагировала, это как раз этот момент, когда субличность дочери внутри героини взяла празды правления в свои руки. Она проявилась послушной девочкой. И все исполнила, потому что бессознательно в главной героине записано, что мама спасает ее эффективно. Просто потому что она сейчас жива, у нее есть семья, она красивая, здоровая, у нее есть работа и прочее. Значит, мамины стратегии эффективны. То есть они неприятны, возможно, и несправедливы, возможно, но по факту она воспитала полноценную более-менее дочь. И в ней это тоже записано внутри, просто на уровне тела записано, что значит так можно сохранить род. То есть ее стратегии, как среагировать в стрессовой ситуации, они не проверены опытом, а эти стратегии записаны как эффективные. Все, аргументов нету, поэтому я молчу. И напоследок, кто б сомневался, она напомнила о том, чтобы гуляли мы только вдвоем, взявшись за руки, и не подпускали близко чужих собак, кошек и детей. Потому что как те, так и другие, ничто иное, как разносчики заразы. Я, глядя на нее, впервые, пожалуй, подумала о том, что не могу и не умею с ней спорить. А может, вообще боюсь ее. Для матери это вообще может быть катастрофой. Прежняя система отношений, сложившаяся за всю ее жизнь, с детства и до нынешнего возраста, может рухнуть и взамен ее может ничего не прийти. Где тот подчиненный, значимый человек, которого я в этой системе сопровождала под себя долгие годы, чтобы мне дальше жить так же? И это для нее, как у паровоза, у которого кончились рельсы, все, это конец жизни, по большому счету. Потому что к другой жизни она не приучена. Других отношений с близкими в семье она строить не умеет. Так что это для нее крайне опасно. Она будет, ну, всеми силами стремиться защитить эту модель, уберечь ее от разрушения и будет ее восстанавливать каждый раз после любого конфликта. Когда перестанет работать ее сила, внешняя сила, ну, вот эмоциональная сила, хитрость, другие, ну, давление, другие манипуляции, она перейдет к манипуляции своим здоровьем. Начнутся сердечные приступы, начнутся язвы желудка и еще всякие-всякие-всякие прелести, через которые, даже, повторю, это не умысел, это стратегии, живущие в глубине нашего подсознания. Это будет работать и будет включаться тогда и там, где будет давать результат. Мой муж – человек, в принципе, с характером. Недаром же мама говорит, что он у него по диагонали. Но даже его она умудрилась построить. И вот что обидно, в присутствии тещи он, как правило, до безобразия мягок и пушист. Но после устраивает мне дома такой разнос, что места мало. Вот и в этот раз, встретив его на улице, я впала в транс. Сейчас как? Ну как рассказать ему о том, что творится дома? Я ведь знала, что мама ни за что на свете не кинется самостоятельно клеить обои и выравнивать полы. Это ответственное дело она поручит ему, любимому зятю. Я, конечно, попытаюсь заикнуться о том, что ремонт мы не планировали, что это финансово затратное мероприятие. Но она обязательно вернет свое любимое, чтобы вы так жили, как прибедняетесь, сделает вид, что обиделась и надолго. По ее мнению, конечно, покинет нашу квартиру. Но я уверена, она будет являться к нам по утрам, когда все на работе, будет контролировать процесс. И не дай бог, что-то пойдет не так, как она себе нафантазировала. Молчать дальше было невыносимо. Муж слушал молча. Желаки ходили, глаза горели, кулаки чесались. Но он молчал. Также молча мы добрели до своей квартиры. Меня било мелкой рябью, мужа трясло, и только мама была счастлива. Со словами, где же вы ходите, идите кушать, пока я не умерла, вас ждать, она огласила меню, стоимость аналогичных блюд в ресторане, количество сэкономленных средств, которые мы должны теперь потратить на ремонт. И с гордостью проводила нас в кухню. Мама метала на стол разносолы, сверлила глазами зятя и не могла скрыть радости по случаю его тихой ярости. Она, если честно, давно для себя решила, что зять – это инородное тело в доме, ее доме. И это ею неоднократно подчеркивалось. План максимума появления нашей семьи ее внука он выполнил. И единственное, чего она никак не могла добиться – выдворение этого элемента из своей жизни. За ужином домашний диктатор вздыхал и жаловался на жизнь. На вопрос, что же все-таки случилось, мама, по всей вероятности пополнившая свою коллекцию афоризмов, изрекла нечто новенькое – неизбитое. Когда подрастут ваши дети, вы поймете, почему я так несчастна. Но уже через каких-то несколько секунд мама оглашала приговор виновным в болезни внука и раздавала наказание. Мужу велено было за ночь выровнять стены и побелить потолок. Мне – отмыть квартиру, чтобы ребенок не дышал строительной пылью. Мы устали. Мы даже не возмущались. Но она таки умудрилась разглядеть в глазах зятя намек на бунт и приказала угомонить этот маленький клавиш большого рояля. Что вы недавно делали? Вы сквозняки по полу пустили? Ничего вы не сделали? Сделали. Я смотрела на мужа и думала, почему он еще не сбежал? Я бы, наверное, уже давно это сделала, если бы была на его месте. Мы партнеров выбираем в своей жизни по принципу знакомо-незнакомо. То есть также у него было какое-то воспитание в детстве, как у героини. Плюс в его воспитании все равно есть представление того, что женщина сильнее, чем мужчина. Потому что по факту, если мы смотрим, у него супруга, она с мужскими стратегиями поведения. Если мы говорим про сильного мужчину, то сильный мужчина с этим бы боролся. Его бы это не устраивало. А его устраивает. Благодаря его роли, что он все-таки не сын этой женщины, у него есть возможность уходить в свое логово. Ушел, дверь закрыл, и он вроде как в безопасности. Разбирайтесь сами. Это не мои проблемы. То есть вот в этом разница. У него есть возможность укрываться, когда идет война. А потом выходить и рассказывать свое мнение об этом. Просто свое мнение. Мама всегда угадывает тот момент, когда лучше ретироваться. Вот и в этот раз чуйка ее не подвела. Муж уже готов был взорваться, когда она, отряхивая пальто от строительного мусора, попятилась к выходу. Она делала вид, что ничего не произошло. Добрая, милая мама. Ангел, богиня уюта, чистоты и покоя. Она желала внуку скорейшего выздоровления, а нам терпения и сил в нашем нелегком деле. В ремонте, который мы затеяли посреди рабочей недели. Еще несколько сердобольных фраз, и мама наконец-то удалилась. Можно было выдохнуть. Но нет. Зять, не дожидаясь, когда за тещей захлопнется дверь, в бешенстве распахнул окно, стянул с сына шерстяные носки, пообещал ему вечер закаливания, бургер, запрещенный мультик про котов и рухнул на диван. Все. Управился. Протест задался. Теперь он будет молчать до тех пор, пока я не начну выяснять, как бы разобрать завалы в коридоре, и когда мы начнем клеить обои. Мама, конечно же, не применула позвонить и отчитать меня за открытое окно. Я не сомневалась, что она проконтролирует этот момент. Из-за мультики, которые прямо сейчас смотрит наш ребенок. Как она узнала? Мы их только что включили. Ах, хотя мама уверяет, что у нее настолько идеальный слух, что она слышит, как на мою карточку приходят деньги. Я и верю. С криком «Вы портите мне воспитание» она швырнула трубку, и я выдохнула. В театре одного актера безмолвный акт под названием «Обида» длится не менее шести часов. Следовательно, до завтрашнего утра она нас не побеспокоит. Опасность в том, что так можно прожить всю жизнь и никогда не стать взрослым, самостоятельным, самодостаточным человеком. Играя в эту игру созависимых отношений и вот этой несамостоятельной взрослости, можно так никогда и не прожить свою жизнь взрослого человека, оставаясь вот тем опекаемым подростком в постоянной зоне внимания своей мамы, стареющей уже в каком-то возрасте, и не познав вот той жизни, которой достоин взрослый человек. То есть можно не прожить свою жизнь в итоге, а прожить жизнь роли, а роль – это тот самый неуютный, неорганизованный ребенок, который нуждается в постоянной опеке, заботе, контроле и так далее. То есть цена вопроса – это жизнь, по большому счету. И ведь мама знала, она была уверена, что и в этот раз ничего не изменится. По ее сценарию вечером я должна была мыть полы, кроить обои, в одиночку таскать на себе тумбочку и костерить бездельника мужа. Но сегодня я неожиданно увидела всю эту многолетнюю историю с мамой совершенно в другом свете. Много чего происходило, но до этого дня, кроме нас с мужем, еще ни разу никто не пострадал. Мы смирились. И только сегодня я вдруг поняла, что натворила. Страх ослушаться, страх разочаровать маму оказался сильнее здравого смысла. Да, к ночи температура неизбежно поднимается выше, и вполне возможно, что дневная прогулка тут совсем ни при чем. Но как я ни старалась, отделаться от мысли, что я пожертвовала здоровьем ребенка во имя своего спокойствия, никак не получалось. Есть такое понятие психологии, как копинг-стратегии. То есть стратегии, которые мы проявляем в преодолении каких-то трудностей. И вот есть эффективные копинг-стратегии, то есть когда я иду и меняю ситуацию. Есть неэффективные, то есть когда я просто терплюсь, ситуация усугубляется. А есть нейтральный копинг-стратегии, когда я просто снижаю внутреннее напряжение и держу ситуацию на том же уровне, скажем так. Какую именно стратегию она выберет, неизвестно. Это по-разному случается. Но учитывая, что у нее нет опыта преодоления, вероятнее всего, может стерпеть. Как я могла? Как я умудрилась упустить тот момент, когда мама стала решать за всех и все. Что нам носить? Чем питаться? Куда ходить? Какие фильмы смотреть? С кем дружить? Я так гордилась своей организованностью, презирала всех, кто живет не по плану. Но никогда и никому не признавалась в том, что вот уже много лет мечтаю спать до обеда. Жду, когда кто-нибудь когда-нибудь приготовит мне завтрак. Фантазирую, как мы с мужем ходим на свидания в кафе, в кино и приглашаем в свой дом своих гостей. Но почему-то все мои мечты всегда идут вразрез с мамиными. Что бы я ни придумала, что бы ни сделала, я все равно буду не понята и на всякий случай обругана. Потому что думать про глупости, по мнению моей дрожайшей маман, вредно. И сегодня я, кажется, поняла почему. А стоило-то раз в жизни напрячь свои извилины и впервые бесстрашно поразмышлять совершенно в другую сторону. Наверное, если постараться, вполне можно обойтись и без помойного ведра. Без матери нет, нельзя. А вот без ведра вполне даже может быть. Мы говорили, что там предъявлены установки какие-то, ролевые вот эти распределения, сценарии, боль. Так вот, отношения могут обходиться без помойных ведер. Как только начинают выскакивать помойные ведра, я для тебя ничего не значу, я для тебя никто и так далее и тому подобное. Вот всякие болезненные сравнения. Можно это взять и выкинуть и оставить только здоровое. Но для этого надо разобраться. Для этого надо сесть, открыто поговорить, начать этот диалог хотя бы. И тогда помойные ведра не нужны. Тогда не нужны вот эти вот грубые и грязные метафоры. Тогда не нужно вот это самоуничижение такое искусственное, провокации. Можно обходиться без манипуляций. Любовь может быть прямой, свободной, искренней, без помоек, без помойных ведер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»